друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки и снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал а маркет с торговыми идеями в котором каждый день мы размещаем большое количество аналитических постов с аналитикой по разным инструментом разных категорий сегментов точно найдете то что вам по душе ну что мы постепенно приближаемся к торговой сессии среды в ходе которой выйдет важнейший релиз последних недель это данные по инфляции в сша которые точно уточнят перспективы американской денежно-кредитной политики если конечно же еще кому-то нужно дополнительной ясности и каких-то прояснений я думаю что весь тот фундамент бэкграунд который мы накопили по доллару по американской экономики на фоне последних релизов выступлений комментарий комментариев представить американского регулятора этого все уже достаточно чтобы четко для себя решить какой позиции следует придерживаться до конца этого года согласны ли вы с тем что американский регулятор не свернет с пути проведения более жестко монетарной политики либо вы считаете что фрс возьмет паузу и я очень надеюсь друзья то что вы уже определились но я со своей стороны продолжим озвучивать опять же основной фундаментальный фон подсвечивать вам какие-то отдельные события которые возможно ускользнули под вашего внимания потому что я хочу чтобы вы конечном счете действительно точно знали как действовать индекс доллара сейчас на отметке 106 25 мы видим то что интерес к доллару сохраняется по-прежнему на высоком значении сейчас волатильность не такая высокая как была в конце прошлой неделе но но и понятно трейдеры не торопятся открывать новые позиции потому что хотят получить вот дополнительный триггер которыми и выступят данные по инфляции по поводу того что у нас тянется с прошлой недели это безусловно сильный отчет по американскому рынку труда 528 тысяч новых рабочих мест прогноз был гораздо ниже и в целом можно сказать что за последние два месяца американская экономика практически создала 1 миллион рабочих мест уровень безработицы снизился до 50-летних минимумов и я пожалуй согласен с тем что угроза рецессии она не такая уж и значительная как могла бы быть если бы вот пятничный релиз по нон фарм пэрлс разочаровал но есть то что есть но также хочу отметить что даже несмотря на сильный рынок труда этот отчет не отменяет факта технической рецессии и кто знает как там будут развиваться события дальше мы должны держать руку на пульсе быть готовыми к любому сценарию но на данном этапе мы точно можем сказать что отчет по рынку труда сильный отчет вдохновил участников рынка повысил энтузиазм покупателей доллара потому что стало очевидно что при таком мощном сильном рынке труда фрс будет вести себя смелее то есть он позволит себе при необходимости повысить ставку настолько насколько ожидали сверх оптимисты по доллару я имею ввиду диапазон выше 50 базисных пунктов возможно даже от 75 до 100 базисных пунктов и все будет зависеть от того что произойдет с инфляцией точнее это уже случилось потому что июль уже позади но данные об этом друзья можно мы увидим только лишь в ходе завтрашней и торговой сессии если снова оценить вероятность повышения ставки американского регулятора не формате дилетантов а вот прям опираясь на профессиональный инструмент файд вот что сейчас эта вероятность а значится примерно в районе 70 процентов и после выхода пятничного релиза по non-farm pearls она увеличилась со 40 процентов поэтому я допускаю что если завтра выйдут высокие значения по инфляции например если базовый индекс потребительских цен превзойдет основной показатель точнее превзойдет показатель прошлого месяца то на этом вероятность повышения ставки вырастет еще значительнее представитель американского регулятора мишель обоума призывает за сверхбольшое сверх агрессивное повышение ставки в принципе эта риторика вяжется с тем что мы слышали от лариты мейстер от эванса и булларда на прошлой неделе и что-то подсказывает мне что такая позиция будет свойственна для большинства представителей американского регулятора что в конечном счете подведет нас к тому что в сентябре ставка будет повышена на 75 базисных пунктов сейчас по консенсус прогнозов ожидается что до конца года ставка вырастет еще на 125 базисных пунктов это подразумевать что в сентябре в ноябре ее могут повысить на 50 базисных пунктов и на 25 и в декабре но как я только что отметил мы сейчас по инструмента fedwatch видим что на одном из ближайших заседаний скорее всего на сентябрьском фрес будет более решителен и сможет анонсировать более агрессивный ход направленный на сдерживание инфляции в сухом остатке получается что индекс доллара с каждым днем накапливает все больше причин для роста нужны дополнительные триггеры это прекрасно понимаю рынок не может двигаться просто так на старом фундаментальном фоне и хорошо когда на повестке экономического календаря такие триггеры есть поэтому мы настраиваемся на сверх высокую волатильность которая ожидается завтра я заранее друзья вас готовлю к тому что движение будут значительные поэтому вы должны еще раз освежить в памяти правила риск-менеджмента вспомнить что это такое осознать что на подвижном рынке работать с плечами больше 1 1 10 это на суицидальное занятие я ригни кори не рекомендую этого делать самый лучший подход это консервативный трейдинг даже тогда когда вы уверены в том что рынок должен повести прям себя так а не иначе по другим финансовым активом нефти мы пока не трогаем золото тоже если кто-то сохранил длинную позицию молодцы друзьям потому что мы вчера снова видели как золото подбиралась к сопротивлению 1800 долларов за тройск консу но я в этом локальном движении не участвовал как отмечал ранее хочу дождаться отчет по инфляции после этого уже принимать решение о торговле евро против доллара смотрится вниз 1 0 1 90 вчерашний релиз по потребительским настроением sentix логичным образом разочаровал минус 25 и 2 индикатор лучше чем показатель месячной давности тогда было минус 26 и 4 но все равно это значение ниже плинтуса которые явно отражают именно проблему экономического характера для всей еврозоны проблему с потребительскими настроениями и отсутствием какого-либо оптимизма относительно того что что-то изменится в лучшую сторону ближайшее время я думаю что изменится конечно же но не в лучшую сторону потому что впереди осенне-зимний отопительный сезон еще больше кризиса энергетического характера особенно если россия прекратит поставки газа на территории стран европейского союза morgan stand и рекомендует шортить смело пару евро доллар целями 0 97 я присоединяюсь к этой рекомендации думаю что пол тысячи пунктов пара евро доллар легко сможет сделать самое ближайшее время фунт против доллара короткой позиции остается в работе 1 20 80 сейчас не могу позволить себе рекомендовать вам сделку покупки британской валюты после того что были анонсировал рецессии уже в этом квартале которая продлится до конца 2023 года после того как был озвучен прогноз просто инфляции до 13 и 3 процентов на фоне значительного снижения доходов домохозяйства сбережений падение потребительской активности затяжного экономического спада на фоне сохраняющегося кризиса в отношениях со странами европейского союза учитывая то что англия по-прежнему еще проводит работу надо законопроектом который подразумевает отмену ряда соглашений и ранее достигнутых в рамках брэкзита по протоколу северной ирландии еще и политических вопрос неопределенности из-за продолжающейся гонки за примерское кресло после отставки бориса джонсона на таком фоне покупать британскую валюту на средний долгосрок это опрометчивое решение я советую вам от этой сделки воздержаться и при текущем фундаменте все-таки принимать решение о торговле через шартовые сделки друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока